Ну так, это традиционное время науки на дожде, веселые путешествия какашки с британскими учеными, ну и так далее. Какими только ехидными комментариями не сопровождались статьи об одном из главных научных сообщений недели. Журнал Американской медицинской ассоциации сообщил о методе трансплантации фекалий от одного человека к другому. То есть какашку здорового человека замораживают, превращают в таблетки и дают больному. Только так, утверждает журнал, можно победить тяжелейшее воспаление кишечника, которое устойчиво к антибиотикам. Я не буду дальше зубоскалить по поводу... ну вы поняли. На самом деле это большая научная тема, которой сейчас занимается американской компанией New England Biolabs и Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Ричард Робертс. Мне удалось поговорить с ним не только о целебном кали, перед которым меркнут достижения Геннадия Малахова, но и о вирусе Эбола. Когда мы начали работу над трансплантацией кала, мы думали о переносе целых экосистем, в которых бактерии кооперируются и производят те вещества, которые еще не открыты. Мы знаем, что такие сообщества, живущие в фекалиях, очень слажены. Каждая бактерия, например, подсчитывает, сколько клеток вокруг нее. Она использует особую молекулу, содержащую элемент бор, который зондирует пространство вокруг. Можно сказать, что какашка обладает разумом. Они очень и очень разумны. Мы все знаем о пользе йогуртов. Там полезные бактерии убивают вредных. Но с серьезными врагами в одиночестве эти бактерии справиться не могут. Нужны сообщества. Пересадка тех самых умных фекалий. Иначе кластридиум убьет вас. Доктор Роберт перевел доступную аналогию, которую я частично нарисовал. Вот вы идете по горам, видите цветущий куст на альпийском лугу. И берете лопату и пересаживаете его в сад. Он, естественно, погибнет. Потому что с другими растениями, с почвой, с микроорганизмами его связывают тысячи грибков, почвенных бактерий. То, что называется экосистема. Поэтому, чтобы пересадка была успешной, надо экскаватором брать кусок этой горки. И тогда, в совокупности со всеми этими связями, если вы перенесете этот куст, то он приживется. Думаю, что такое кусок скалы, вы поняли. Это тот самый трансплант. Большинство бактерий полезны для организма. И я бы использовал такую аналогию. Мы их дом, и они хотят жить в хорошем доме. Они изменяют и улучшают нас, чтобы мы стали уютными. А что вы делаете, чтобы улучшить дом? Потом устанавливайте сигнализацию, чтобы воры, заразные бактерии, не украли ваши вещи. Все лекарства, которые мы делаем сложным путем, можно будет делать в бактериях. Антитела, которые мы заставим выделять в пациента, необходимы только ему. То есть мы будем заражать больного микроорганизмами, которые смогут и находить неполадки в здоровье, и устранять их, потому что наше тело – это их дом. Огромная экосистема. И пересадка какашек – только первый шаг к этому. Я буквально говорю, это цель моей жизни – понять, как бактерии общаются друг с другом. Ну и вот сегодняшние новости с фронта Эболы. Президент Обама созвал специальное совещание в Белом доме по борьбе с инфекцией, где принято такое очень государственное решение о создании особого санитарного спецназа. Сразу после того, как Обама побывал в университете Эмори, где находился погибший далласский пациент. Просто для того, чтобы вы поняли уровень безопасности. Сегодня я пожал руку, обнялся и поцеловался не только с докторами, но и с парой медсестер, которые лечили первого пациента в знак их самоотверженной работы. Они следовали протоколу, они знали, что делали, и я чувствовал себя в безопасности, делая это. Ну, Нобелевский лауреат Роберт Суверин, спецназа не спасут. Любая государственная машина будет неэффективной и медленной. И в срочно выделенные миллиарды тут же вцепится большая фарма. Как только вовлекаются государства, бюрократия, все извращается. Выделяются огромные деньги. Нужно срочно выделить деньги, распределить их. И это хороший звонок, что Эбола уже в США. Это знак того, что западные правительства должны тратить деньги на месте, в Африке, не дожидаясь, пока болезнь затронет население Западной Европы или Америки. Типа умирайте сколько хотите, это нас не касается. Когда возникла атипичная пневмония, ее геном был мгновенно секвенирован. Мы знали все белки и очень быстро получили вакцину в обычном ферменте. Я обратился к правительствам многих стран. Давайте организуем индустрию вакцинной страховки. По всему миру мы установим очень простые машины-ферментеры. И мы можем за несколько дней наработать любую вакцину по заказу. Но никто в этом не заинтересован, потому что здесь нет миллиардов. Ну так что не стоит смеяться над веселыми какашками. Возможно, когда-то они спасут вам жизнь. И вообще, что интересно, будущие технологии, которые кажутся сейчас совершенно безумными, они как будто напоминают какие-то древние магические обряды. Вот, в частности, эта самая пересадка. Казалось бы, пройден век антибиотиков, пройден век монокональных антител. И вновь возвращается к тому, что называлось раньше натуротерапией. Терапией природными веществами. И возвращается к этому не какие-нибудь самозванные доктора, которые приезжают из деревни и начинают пропагандировать свои услуги. Иногда и не бесплатно. А вполне даже нобелевские лауреаты, которые стремятся посвятить этому всю свою жизнь. Ну, продолжим после рекламы.